Лекция номер 7. Методы опроса психодиагностики. В отличие от обычной беседы, процедура опроса имеет четкую цель. Предполагает предварительное планирование действий по сбору информации, а также обработку полученных результатов. Возможность применения данного метода в широком неапазоне исследовательских целей позволяет говорить об его универсальности, а о многообразии собираемых психологических фактов свидетельствует о значительном потенциале устного опроса. В то же время опрос с полным основанием считается одним из наиболее субъективных методов в современном арсенале научного испознания. В нем чрезвычайно велик риск получения недостоверного, преднамеренного или случайно искаженного сообщения. С одной стороны, респондент, то есть от английского отвечающий, опрашиваемый, это человек, участвующий в опросе в роли источника информации, может отклониться от истины в силу целого комплекса причин, среди которых выделяются следующие. Первая причина – податливость реальному или воображаемому давлению опрашивающего. Вторая – склонность к выражению социально одобряемых мнений. Третья – влияние на ответы имеющихся поведенческих установок и стереотипов мышления. Четвертая – неотчертливое осознавание собственных мнений, позиций и сознаний. Также отношения, незнания каких-либо фактов или ложной информированности. Шестое – антипатия к исследователю. Также является наиболее распространенной причиной. Седьмое – сомнение в последующем сохранении конфиденциальности сообщения. И последнее – сознательный обман или преднамеренное умолчание. Невольные ошибки памяти. С другой стороны, опрашивающий это лицо, непосредственно проводящее опрос, также способен стать субъектом всевозможных искажений собираемых данных. Поэтому вполне естественно, что обычно предъявляются высокие требования к его научной квалификации, профессиональной компетентности, психологической проницательности, коммуникативной искушенности, добросовестности, уровню морально-этических качеств личности. Особое значение подчас приобретает при этом сдержанность и терпение, а также общая эрудиция, гибкость ума, располагающие манеры и внешность, устойчивость к утомлению. Практика показывает, что метод устного опроса обеспечивает наилучшие результаты, если применяется в комплексе с другими средствами психологического исследования. Кроме того, необходимо сопоставление полученной с его помощью информации с данными наблюдений, экспериментов, официальной или личной документации, материалов опросов других лиц и тому подобное. Рассмотрим основные разновидности опросов. В зависимости от условий проведения данная процедура может быть единичной или многократной. Также индивидуальной или групповой. По цели организации, помимо собственно исследовательского опроса, выделяют диагностический, то есть используемый на ранних этапах психотерапии, как средство проникновения во внутренний мир клиента и понимания его проблем. И как клинический, являющийся терапевтической беседой, способом оказания психологической помощи в осознании человеком внутренних затруднений, конфликтов, скрытых мотивов поведения, путей саморазвития личности. То есть мы рассмотрели по цели диагностический и клинический. Далее по форме общения методы опроса подразделяются на свободные, стандартизированные и полустандартизированные. Сейчас изучим в более подробном. Свободный опрос представляет собой беседу, в которой исследователь имеет возможность самостоятельно изменять направленность, порядок и структуру вопросов, добиваясь необходимой эффективности процедуры, характеризуется гибкостью таптики, построение диалога в пределах заданной темы, максимальным учетом индивидуальных особенностей респондентов, сравнительно большой естественности условий опросов. Существенным его недостатком является затрудненность сопоставления всех полученных результатов, обусловленных широкой вариативностью задаваемых вопросов. Преимущество же свободного опроса заключается в предоставлении респондентам наилучших возможностей для формулирования собственных точек зрения и более глубокого выражения своих позиций. В силу указанных особенностей, свободный опрос обычно используется на начальных стадиях психологического исследования. Следующий вид – стандартизированный опрос. Стандартизированный опрос предусматривает проведение опроса по четко разработанной схеме, одинаковый для всех респондентов, опрашивающим не разрешается изменять формулировки или порядок вопросов, а также задавать новые вопросы. Все условия процедуры регламентированы. Как следствие, обеспечивается высокая степень сопоставимости всех индивидуальных результатов, сокращается до минимума количество ошибок при формулировании вопросов, повышается надежность, то есть релиабельность итогов опроса. Все это приобретает особое значение в тех случаях, когда необходимо опросить большое количество людей, используя для обработки информации средства статистики. Однако мнение респондентов при этом обычно не получает полного выражения, а самому опросу становится присущ несколько формальный характер, затрудняющий достижение хорошего контакта между исследователем и опрашиваемым. Полустандартизированный опрос основан на использовании двух видов опросов. Одни из них обязательные, основные, должны быть заданы каждому опрашиваемому, а другие такие подвопросы. Уточняющие, они применяются в беседе или исключаются из нее опрашивающие, в зависимости от ответов на основные вопросы. Тем самым достигается определенная вариативность опроса, возможность учета индивидуальных особенностей респондентов, и изменений коммуникативной ситуации. В то же время, полученные таким образом сведения сохраняют значительную сопоставимость. Исследователь активно управляет диалогом, при необходимости фокусируя внимание опрашиваемых на каких-либо дополнительных аспектах обсуждаемых проблем. Однако при этом он не выходит за пределы заранее составленного перечня вопросов. Деятельность опрашивающего при проведении полустандартизированного опроса до некоторой степени напоминает общую схему функционирования компьютерных программ. Например, если, то, в противном случае, если респондент сказал, или наоборот не сказал что-либо, или проявил, либо наоборот не проявил, то ему задается какой-то определенный, заранее предусмотренный вопрос. Если он повел себя как-то иначе, то ему задается совершенно другой вопрос. И так далее. Рассмотрим этапы организации опроса. Вне зависимости от того, какая разновидность опроса используется исследователем в своей работе, существует определенная последовательность действия, обеспечивающая должную эффективность реализации данного метода, проанализируем содержание основных процедур устного опроса. Подготовительный этап включает следующие компоненты. 1. Определение предмета и объекта опроса, постановка исследовательских задач, выбор той или иной разновидности опроса. 2. Проектирование инструментария психологического исследования, в том числе составление плана опроса, формулирование примерно совокупности вопросов респондента, 3. Выделение категории анализа собираемой информации, разработка инструкций, подготовка технических средств регистрации и обработки данных. Все это входит в проектирование инструментария психологического исследования. 3. Пилотажный опрос. 4. Уточнение программы исследования, редактирование вопросов, 5. Изменение инструкций, 5. Анализ ошибок и несоответствий, возникших в ходе пробного опроса. 5. Составление итогового варианта совокупности вопросов, способов анализа выбираемой информации, 6. Текстов инструкции респондентам. 7. Необходимость точно следовать названным выше стадиям во многом определяется степенью стандартизации опроса. 8. Примерно, при использовании свободного разновидности часто становится возможным исключение пилотажного опроса из исследовательского плана. 9. Имеет место постоянное совершенствование методики свободного опроса по мере его продолжения, что попросту делает излишне особую стадию пробного предварительного опроса. 10. В других же разновидностях устного опроса выполнение данной стадии играет важную роль в повышении надежности и обоснованности полученных результатов. 10. Что касается особенностей составления плана опроса, то для свободной формы устного опроса в этой стадии ограничивается подготовкой более или менее подробного перечня вопросов. Причем, такого рода перечень является открытым для дополнения и переработки по ходу самого опроса. 11. Противоположность этому стандартизированная форма устного опроса предусматривает подготовку детально разработанного стабильного плана, приближающегося по своему характеру к перечню вопросов анкеты. 12. Виды вопросов По отношению к цели исследования обычно выделяют два вида вопросов. Процедурные, или еще называют функциональные, направленные на оптимизацию хода опроса, в том числе выявляющие степень информированности респондента в условиях его проведения, знания, цели опроса, а также способствующие установлению и поддержанию контакта с опрашивающим. 13. Вопросы тематические, информационные, по ответам на которые в дальнейшем делаются те или иные психологические выводы. 14. По своему содержанию вопросы подразделяются на 15. Выявляющие фактическую информацию о социальном положении респондента и событиях его прошлой жизни. 15. Выясняющие субъективные мнения опрашиваемого, мотивы его поведения, 16. Жизненные позиции, отношения к себе и к другим. 16. Уточняющие интенсивность мнений, отношений, эмоциональных реакций. 17. В зависимости от характера ответов, вопросы могут предполагать получение кратких, односложных, нераспространенных ответов или распространенных, пространных, более детально выражающих мнения и позиции респондента. 17. По форме ответов существуют вопросы закрытые, где опрашиваемый должен сделать лишь свой выбор из предлагаемых вариантов ответа, не выходя за его пределы, и открытые, при которых опрашиваемый сам формулирует свой ответ. 18. Необходимо отметить, что возможные варианты ответа порой предъявляются в вопросе респонденту на отдельных карточках. 19. Нередко бывает так, что при устном перечислении их опрашивающим далеко не все ответы отчетливо запоминаются с респондентом. 20. Закрытые по форме вопросы более характерны для анкетирования, чем для устного вопроса. 21. Основные правила составления вопросов. 21. Каждый вопрос должен быть логически однозначным, не содержащим в себе нескольких относительно автономных частей, требующих различных ответов. 22. Следует избегать употребления малораспространенных иностранных слов, специальных терминов, слов с неопределенным значением. 23. Все это затрудняет работу респондентов. 23. Нельзя задавать излишне пространных вопросов, так как опрашиваемый может не запомнить их целиком и отсветить только на части, или же вообще отказаться от ответа. 24. Предпочтение отдается конкретным вопросам перед абстрактными или обобщенными, так как достоверность информации, 25. Касающиеся отдельных случаев или позиций, обычно заметно выше, чем информация, запрашиваемая в целом, 26. То есть предполагающая пренебрежение частными ситуациями. 27. Лучше задать несколько конкретных вопросов в пределах одной темы, чем один вопрос типа «Как вы обычно поступаете?» 28. Пятое. В случаях необходимости получения сведений дискуссионного характера или не вполне приемлемых для публичного выражения респондентам, 29. Целесообразно передавать вопросу маскирующий оттенок. 29. Это достигается введением в обсуждение соответствующей воображаемой ситуации, касающейся самого опрашиваемого, 30. Скажем, например, в будущем, или любого неопределенного лица, к примеру, одного студента, юношу вашего круга и т.д., 31. Идентификация с которым не представляла бы для него особых затруднений. 31. Шестое. Вопросы, относительно сложные, неинтересные для респондента или воспринимаемые им как слишком личные, не стоит выносить в начало опроса. Известно, что чем далее опрашиваемый увлекается вопрос, тем труднее ему отказаться от продолжения беседы. 32. Седьмое. Если речь заходит о предмете, которым опрашиваемый достаточно компетентен, иногда желательно сделать соответствующее предисловие, 33. Пояснив ему на примерах или других словах, излагаемый в вопросе материал, тогда сами вопросы будут оставаться краткими. 34. Восьмое. Следует стремиться к тому, чтобы все варианты предлагаемых ответов были равной степени приемлемы для респондента, не означали для него потери престижа, оскорбления и самолюбия. 35. Девятое. Психологическая последовательность вопросов имеет более существенное значение, чем логическая последовательность. 36. Иногда рекомендуется отступать от логического порядка, чтобы избежать влияния ответов на предшествующие вопросы или в целях предупреждения утомления опрашиваемого развивающегося при однообразной умственной деятельности. 37. Перейдем к описанию действий опрашивающих на следующем этапе устного опроса, коммуникативным. 38. Процесс общения с респондентом чаще всего имеет такую структуру. 39. Первое. Введение в беседу. Оно включает в себя установление контакта, информирование о целях опроса и условиях его проведения, 40. Формирование установки на сотрудничество, ответы на возникающие у респондента вопросы. 41. Второе. Основная фаза опроса. 42. Подробное исследование, осуществляемое по заранее разработанному плану. 42. И заключительная часть завершения беседы. 43. Снятие возникшего напряжения, выражение благодарности и признательности за участие в работе. 43. Успех опроса во многом зависит от того, насколько уже с первых минут психолог сумеет проявить себя доброжелательным и заинтересованным собеседникам. 44. Вступительное слово должно быть кратким, обоснованным и уверенным. 45. Сообщение о цели исследования излагается в той форме, которая стимулирует респондента на совместную работу. 45. Создание атмосферы дружелюбия вовсе не предполагает установление таких внебратских отношений с респондентом, способным в дальнейшем затруднить управление диалогом. 46. Не следует впадать и в другую крайность, принимая менторский тон. 47. Задача исследователя состоит в том, не в том, чтобы успешно выступить от имени психологии или, скажем, морали, а в том, чтобы получить информацию. 48. Манера общения опрашивающего должна быть достаточно нейтральной, но не абсолютно беспристрастной. 49. К примеру, положительно реагировать на шутки опрашиваемую или, напротив, выражать сочувствие в тех случаях, когда это необходимо. 49. Нежелание отвечать на тот или иной вопрос, с которым и засталкиваются опрашивающие, должно встречаться с уважением, даже если он тем самым лишается влажно для исследования информации. 50. Однако при этом представляется вполне возможным возвращение к уже затронутой ранней теме на более поздних этапах опроса и в иной формулировке. 51. В целях сохранения естественности условий опроса опрашивающему следует стремиться к тому, чтобы задавать большинство вопросов по памяти, не прибегая к своим записям. 52. Однако при этом не должно возникать длительных пауз, при которых время тратится на изучение плана или припоминание очередной темы. 53. Наличие такого рода затруднений нередко стимулирует респондента на попытки перехвата инициативы и превращения опроса в обычную беседу. 54. В том случае, если обсуждается проблема, имеющая особую эмоциональную значимость для опрашиваемых, опрашивающий иногда сталкивается с ярко выраженным желанием выговориться, продолжать монолог в течение неопределенного количества времени. 55. Нецелесообразно при этом резко прерывать респондента, пытаться перейти к следующему вопросу или демонстрируя свою равнодушие и остраненность. 56. Сохранение атмосферы взаимного доверия и заинтересованности в большей мере определит успех вопроса, чем забота об экономии времени. 57. Важно помнить, что значительный вред исследований могут нанести бестактность или авторитарность поведения опрашивающего лица. 58. Иногда опрашивающий встречается с явно противоречивыми ответами опрашиваемого. 58. Это обычно связано или с качеством его позиции по данному вопросу, необдуманность, двойственность отношений, неустойчивость мнения, либо же с изменением отношений к исследователю, возрастание доверия, уменьшение раздражения и т.д. 59. В такой ситуации допустимо деликатное обращение за разъяснением корреспонденту с указанием на противоречие ответов или же использованием вопросов, в которых наличие дилеммы до некоторой степени замаскировано воображаемыми обстоятельствами. 59. Особую проблему представляет фиксация информации при опросе. 60. Таким образом, если, например, применить маскировку технических средств регистрации ответов, например, скрытая магнитофонная запись, то это будет не соответствовать этическим принципам психологического исследования. 61. Открытая же запись с помощью видеокамер, диктофона или магнитофона приводит к тому, что респондент чувствует себя весьма стесненно и иногда даже дают искаженные ответы. 62. Аналогично влияют на их поведение стенографирование хода опроса или введение исследователям основных записей, дословных. 63. В то же время фиксация информации только по памяти по окончании процедуры опроса зачастую приводит к целому ряду существенных искажений материала. 63. Возможно, несколько более предпочтительным здесь будет являться кодирование содержания ответов и поведенческих реакций респондентов при помощи условных обозначений на специальных бланках. 64. При этом исследователь, исходя из заранее предусмотренных категорий, ограничивается в большинстве случаев графическим сайтом Сенин воспринимаемой информацией с тем или иным разрядом данных, из имеющихся на банке. 64. Самих ответов он не записывает, за исключением тех, которые не вписываются в составленный им перечень. 65. Существенным недостатком такого способа регистрации считается его подверженность личным пристрастиям опрашивающего. 66. В числу же несомненных достоинств к кодированию следует отнести коротковременность и малую трудоемкость процесса фиксации данных. 67. Значительное сохранение естественности условий опроса. 68. Возможность наблюдения за жестами и мимикой респондентов. 69. На аналитическом этапе опроса производится обработка и интерпретация, собранная информация, ее анализ, а также сопоставление результатов устного опроса с данными, полученными при помощи других методов психологического исследования, которые мы уже более подробно с вами изучили. 69. На этом лекция закончилась. Спасибо за внимание. 70. Продолжение следует...